осознанные я способны принимать решение когда мы говорим два пишем один в уме вот этим один в уме будет цель будет ответственность обязательно рамкой для всего этого будет картина мира которая может меняться осознай действуй не бойся ошибаться котенкова светлана николаевна директор института передовых образовательных технологий казанского федерального университета кандидат экономических наук доцент кафедры государственного и муниципального управления института управления экономики и финансов к фон здравствуйте светлана николаевна я полина давно мечтала с вами познакомиться знаю что вы нестандартный директор институт у вас особенный расскажите о нем 2020 год руководство университета ставила для меня задачу что необходимо сделать в целом в университете для того чтобы цифровые компетенции поднять на новый уровень тогда для нашей команды это был вызов мы за закрытой дверью штурмили чертили схемы спорили много у нас получился некий результат который мы презентовали руководству это проект цифровых кафедр когда мы берем студентов не айти направлении подготовки и даем им основы связанные с эти компетенции в рамках проекта цифровые кафедры к нам в университет в дополнение к своей основной образовательной программе приходит студент у которого есть мотивация у которого есть идея а самое главное тот наверное который понимает что идти против тренда бесполезно тренд на цифровизацию он на сегодняшний день только набирает темпы никуда от этого не уйти и нужно понять а что же там для того чтобы стать успешным в тех новых вариациях своего пусть предметного поля данный уникальный проект он позволяет нам закрыть ту нишу у нас в стране когда понимание сущности айти процесса будет у широкой прослойки не только профессионалов цифровые компетенции модное словосочетание а чего конкретно коснулись вашей разработки а цифровые компетенции то есть они это очень широкое понятие на сегодняшний день смотрите а мы привыкли что это некие эти компетенции для профессионалов это программисты и они создают продукт айтишные компетенции это прежде всего программная история имеет конечного пользователя с целью изменить что-то в своей жизни потому что это сквозная компетенция которая трансформирует жизнь каждого субъекта в той или иной степени если такая сфера жизнедеятельности где стык вашего предметного поля и айти не актуален цифра на то она и сквозная что она пронзает абсолютно все сферы нашей жизнедеятельности если я лингвист у меня возникает потребность в эти компетенции если я финансист то я без айти регулярную свою деятельность буду делать неэффективно если я не использую современные цифровые инструменты можем ли мы принимать решение объективное с вероятностью более низкого уровня риска если мне не на чем основываться а это данные а данные они откуда будут собираться они собираются с помощью цифрового инструментария а чтобы собрать правильно эти данные я должна четко поставить тезе до техническое задание функциональное задание тем кто будет собирать эти данные где рынок глобальный используют испытывать на сегодняшний день большой дефицит большой разрыв это когда есть два субъекта разговаривающих на разных языках есть тот кто владеет айти инструментарием и также я могу перечислять математическим моделированием дам знанием технической страны и есть условный заказчик в данном случае пользователь и если останавливаться на уровне пользовательском то те сервисы которые уже существуют он ими и пользуется и он только он не может даже четко объяснить чтобы ему хватит хотелось и чего ему не хватает я же говорю про уровень когда мы можем из своего предметного поля накладывая на это структурное мышление понимание уже существующего айти инструментария прогружение на хотя бы первую ячейку написания кода вот этот весь комплект инструментария позволяет мне понять вот эту сторону я не стану программистом но я понимаю что он делает и могу на языке который он уже понимает объяснить что я хочу это и есть история про постановку задачи эта задача то есть является одной из наверное главный в том проекте который на сегодняшний день мы реализуем это проект цифровых кафедр цель благая это понятно но как работают цифровые кафедры казанского федерального университета в чем заключается эта цифровая трансформация современного студента проект цифровые кафедры на сегодняшний день реализуется в рамках национального проекта кадры для цифровой экономики ключевая характеристика ты студент очной формы обучения то есть дневной или вечерней формы обучения ты уже отучился один год если ты учишься на бакалавриате или два года если ты учишься на специалитете ты подаешь заявление начать программу то есть есть конкурсный отбор то есть как связан с определенными ограничениями которые существуют но в целом мы стараемся предоставить возможность каждому студенту получить эту саму эти компетенцию соответственно ты попадаешь наш проект и впереди у тебя 9 месяцев 9 месяцев направленные на то чтобы ты в смешанном формате обучения это будет означать что большая часть занятия будет проходить в электронном формате когда у тебя будет доступ к контенту когда в любое удобное для себя время ты будешь изучать выверенные материалы педагога который начитал тебе лекции уже дал задание открыл для тебя с течением времени мы талонный вариант чтобы ты проверил сам себя но и синхронные задания где ты можешь задать вопрос преподавателю тебе может прояснить что непонятно выполнить дополнительные задания таким образом вот в таком режиме с перерывами на твою основную сессию это очень важно то есть а проект цифровые кафедры идет в дополнение к твоей основной образовательной программе что еще дает этот уникальный проект он дает тебе возможность еще и приобщиться к рынку труда и посмотреть взгляд работодателя в чем это проявляется все обучающиеся на цифровые кафедры проходят ассесмент или оценку оценку твоих компетенций здесь ключевая разница не знаний как мы привыкли в дисциплинарной формате когда есть экзамен сессия ты сдаешь конкретно демонстрируешь знание чего-либо нет здесь вопросы сформулированы в кейсовой логике то есть в логике определенной ситуации где ты должен опять таки что принять решение выбрать тот или иной алгоритм ответа и зачастую студентов тоже когда они первый раз в это прониклись возникает ситуация нас этому не учили да ну потому что то чему мы учим и жизнь она различна но на основании того что ты научился ты вкус запускаешь мыслительные процессы и выбираешь из того что тебе предлагает мир в итоге 9 месяцев обучения 3 ассмента то есть внешняя сторона и она для тебя она безопасная чем мне нравится образование но безопасно это не влияет ни на оценку не на твой результат абсолютно ни на что только на то как ты видишь свой прогресс и кроме этого в рамках обучения предусмотрен еще очень важный элемент это обязательно практика и практика проходит у нас в групповом формате в рамках проекта цифровые кафедры когда студенты приобщаются к части какого-то реального проекта если мы говорим про конкретное предприятие тоже конечно же формате дистанционных технологий и заканчивается вся процедура обучения защиты итогового проекта то есть это не госэкзамен как в основном образованием еще раз почему потому что не про знания а про умения и навыки прежде всего и вы в команде опять таки почему в команде да потому что он современные продукты 10 делаются в команде исключительно один в поле не воин войти сфере как нигде очень актуально вы собираетесь в одну группу выполнять одну боевую задачу и эту боевую задачу на защите презентуете университет эта история про возможности которые каждому я советую не упускать смотрим на мир открытыми глазами обеспечение квалифицированными кадрами в области цифровых технологий задача государственной важности это один из национальных проектов россии а правда что учиться на цифровых кафедрах могут не только студенты казанского федерального у студентов есть возможность обучаться не в своем университете в казанском университете условное проект 1 но программ на сегодняшний день 11 мы постарались этим портфелем программ максимальное количество направлений подготовки охватить то самые крупные направления где много студентов что предоставить эту им возможность тотальное большинство студентов обучается на своей профильной программе но тот кто все-таки изъявил настойчивость и желание обучаться не по профилю то есть своего предметного поля то есть что это означает программа заточена для историков я историк но хочу идти в дизайн который заточен на пиарщиков и я беру на себя ответственность за это такую возможность мы предоставляем но вот здесь нужно для себя заявить и осознать через такую премодерацию а когда мы со студентом поговорим что он все-таки уверен что он хочет вот поменять свой трек такую возможность мы конечно же предоставляем вы работаете в этом поле уже третий год что можно считать главным достижением проекта у нас две третьих студентов которые обучались и уже закончили а закончила у нас около двух тысяч студентов уже вот представьте две третьих из них были не айтишниками и они все кто закончили в группах по 5-6 человек сделали проект с айти начинкой она разная но каждая группа дошла после этого знаете что возникает они поверили в себя то есть они положили ровно тот первый кирпичик в свой фундамент а дальше это уже дело их выбора они начнут и наращивать свои профессиональные компетенции в сфере айти сферы и они могут вырасти куда угодно и об этом свидетельствует куча истории успеха в айти компании когда начинали с нуля формировали свое собственное портфолио двигались дальше либо очень важный результат он скажет я осознал это сложная работа она мне не подходит но я понимаю о чем она и я могу теперь с ними общаться разве университет еще не пришло поколение людей которая родилась условно с телефоном в руках они-то должны осваивать айти технологии легко и быстро без участия университета или я ошибаюсь у нас тоже была основная гипотеза что студенты все на ты с айти технологиями нет как в любом сообществе студенты в данном случае не исключение конечно средний уровень у них выше если мы возьмем прослойку 40 50 лет 50 60 до любую даже там 25 30 выше но там точно такие же есть кто очень продвинутый совсем не продвинутый прям вообще не продвинутый и основная масса той средних студентов у которых есть какой-то опыт схватывают быстрее но порой запрягают медленнее а как за время вашей работы в вузе вообще изменились студенты есть ли разница между теми кто учится сейчас и учился 15 лет назад для меня студент 15 лет назад если мы его берем он такой был более-менее ровный то есть вариация между слабым и сильным студентом она была но условно там возьмем коэффициентом 50 процентов сейчас же вот эта вариация может достигать 10 раз 15 раз 20 раз 100 раз то есть когда очень часто педагогии мы это слышим о том что студент не тот вот прям совсем не тот он с вам слабее я никогда не соглашалась с этой позиции мне кажется современный студент то есть там есть мега звездочки прям мега мега звездочки и у них просто в разы в десятки раз умений навыков темпа восприятия информации больше чем и выше эти показатели чем у студента 15 лет недавности а вот в среднем есть тренд на то что и мы это фиксируем в качестве измерений мы боимся это прям угрозу рассматриваем для себя это снижение функциональной грамотности то есть пробираться сквозь длинный текст прочитать большое произведение и вычленить оттуда главную основную стержневую мысли вот это становится сложно то есть вот этот элемент кто-то его называет клиповым мышлением кто-то скоростью с которой они живут они привыкли поглощать информации больше чем это было 15-20 лет назад но она более сжата и более концентрирована и настойчивости пробраться сквозь длинный текст вот я для себя фиксирую ее становится все меньше и меньше и ровно от этого же если мы строим длинную образовательную программу по ней доходит мало меньше наша современная действительность и экономика в том числе говорит нам о чем что нужны навыки и если ты схватил навык то корочка как диплом не является столь значимым до сегодня сегодняшний день артефактом для большого количества направлений профессии жизнедеятельности и это в том числе гасит мотивацию студентов дойти до конца нет у нас однозначного ответа да то есть сколько должна строится программа высшего образования вот четыре года это мало ли много или пять или шесть или семь а может быть три года достаточно да что же происходит трансформируется не только цифровая среда трансформируется образование в целом я считаю что должен быть пакет диверсифицированных программ а если мы говорим про магистратуру то однозначно должна быть магистратура однолетняя и двухлетняя и она должна быть заточена на разные вообще направления подготовки а вот с точки зрения базового образования здесь вообще сложная позиция, моя личная, это мой внутренний вызов, потому что на сегодняшний день как будто бы мы в стране только находимся в такой вот в преддверии открытия для себя точной упаковки, вообще что такое образование. Если мы говорим про высшее образование, то в начале 20 века мы у себя в стране частично заменили его профподготовкой. То есть у нас с вами и на примере Казанского университета, мы как никто это наблюдаем, из наших институтов отпочковывались отдельные профессиональные вузы, которые становились полноценными, и мы готовили к конкретному рабочему месту, потому что оно было определено. То есть мы находились в бурном этапе развития вообще экономики в первой половине 20 века, но мы могли обрисовать, кто нужен на этом конкретном рабочем месте. Сейчас это невозможно. Сменилась парадигма. Вы знаете, как эту проблему решить? Образование для меня это способность человека, получившего образование, сформировать свою личную картину мира. А университет я воспринимаю как место, где, прежде всего, прокачиваются софтовые компетенции. Университет для меня идеальный университет. Это набор, если мы говорим, таких уникальных личностей в виде профессорско-преподавательского состава. С разным абсолютно набором этим сталкивается каждый студент. И перечень этого набора всегда непонятен и он уникален. И он должен подобрать ключик каждой этой личности к его интересу, к его предметному полю и достигнуть результата, который он для себя поставил. И вот это я считаю самым важным в университете. Со мной коллеги не согласны. Большинство из них спорят. Почему? Потому что многие выделяют для себя вот эту значимую компоненту, которую я называю профессиональная подготовка. Что на выходе студент, обучающийся, должен получить что-то конкретное, что он потом пойдет и начнет тут же делать. Занимательно. То есть картина мира человека, получившего базовое образование в университете, сужается до конкретного рабочего места? Разве предметные навыки это не задача профтехобразования? На сегодняшний день конструктор образовательной программы, она вот такая между стылой и хорибтой, да, то есть пройти. Нужно удовлетворить запрос клиента. А если мы сейчас спросим, а кто клиент образовательной вообще вот этой услуги? И тут мы вообще закопаемся. Почему? Сначала мы думаем, что студент, обучающийся. Часто нет. В основном очень часто выступает заказчиком родителей. Более того, он на сегодняшний день до сих пор определяет, какое направление подготовки выбирает его ребенок. В дальнейшем ребенок проявляет свой голос, либо что-то каким-то образом трансформирует. Так вот, для родителей по-прежнему актуальна профподготовка. Кусок хлеба они это называют. Вот если ты бухгалтер, то ты всегда прокачаешь. Они не помнят о том, что есть, ну, как минимум, один S, и точно умение делать проводки, это не самая главная компетенция, которой стоит посвятить три года своей жизни. Следующая история, когда мы заходим, есть професско-предудовательский состав, который говорит нам о чем. Мы столько лет в этой системе, в этом предметном поле, мы в постоянном тесном взаимодействии с индустрией. Кто, как не мы, лучше знает, чему нужно учить. Третий субъект, студент, он говорит, а я не хочу. Я хочу другого. Как это ни парадоксально, студента, по всей видимости, принято слушать в последнюю очередь. Это очень серьезная, на мой взгляд, ремарка. Почему? Мне кажется, что элементом образования является внутри себя выработка умения принимать решения, ставить для себя цель. И это в образовании безопасное поле, я студентам всегда говорю. Пробуйте здесь в университете, но не делайте это, потому что все пошли, я пошел. И даже если вы так сделали, отрефлексируйте потом в дальнейшем и скажите, а, я в этом случае пошел, потому что все пошли. В каком случае эта стратегия выигрышная? И вот это и есть софтовые компетенции, про которые борется университет и их формирует на самом деле в этом университете. Формально, если мы будем смотреть, в рамках образовательной программы есть так называемое ядро социогуманитарное, которое формирует вот эту мировоззренческую картину. Судя по всему, отсюда и берут начало другие проекты и задачи вашего института. Мы реализуем интересный проект, открытая модель образования, какую мы идею туда закладывали. Если спрашиваем преподавателей, они стремятся вот это ядро сократить, а профессиональное ядро максимально расширить. Но мы же с вами про образование, про мышление. Мой институт, в котором мы работаем с коллегами, выступили с заказчиками с точки зрения построения новых дисциплин. История – очень нужная дисциплина. Философия – очень нужная дисциплина. Концепция современного естествознания – тоже нужная дисциплина. А давайте мы их все увяжем в единую логику. Открытая модель образования, формирование универсальных компетенций. Первый кирпич, который мы заложили. И в первую неделю им предлагается вообще пройти через жирнова Казанского университета сразу. Ему говорят – выбирай. Из истории, из философии, из естественно-научной картины мира. Там он выбирать может что? Специфику предметного поля, например, когда в будущем он даст возможность еще выбрать экономику. У него будет возможность. Я хочу про стартапы, я хочу про личные финансы, я больше хочу про налоги, либо про инвестиции. Я могу выбрать язык, я буду на русском обучаться или на английском, потому что мы все-таки считаем, это важная компетенция, языковая грамотность. И он выбирает еще и форму обучения, формат, если быть точнее. Он может в электронном обучении принимать участие, либо он оффлайн будет на кампусе. И вот ему нужно вот этот набор для себя сделать. Университет у нас очень большой. Если мы новации любые проводим на огромной территории, то так и колонны могут упасть, как мы шутим в Казанском университете. Этого мы допустить не можем. Поэтому экспериментировать в безопасном поле мы еще и традиции такие в культурном коде имеем. У нас есть три группы институтов внутри Казанского университета, как их мы для себя позиционируем. Социально-гуманитарное направление, естественно, научное направление, и математики с айтишниками. То есть вот их мы вместе. И мы взяли для себя в проект из каждой группы, тех, кто были готовы в заявительном порядке. И наша гипотеза заключается в следующем, что пройдя через вот эти три пункта, у студента вот эта первая ячеечка про мышление, про кругозор, про некое понимание себя, своего места в мире, в обществе, глобальное какое-то восприятие процессов, оно начинает формироваться. В рамках этого направления на сегодняшний день мы реализуем блоки исторический, философский, естественно, научная картина мира, экономическая грамотность и юридическая грамотность. И у нас отдельно еще все, что касается цифровой грамотности. Знаю, что у вашего института есть еще один секретный проект. Проект оценки потенциала студентов. Его результаты получены, но не обнародованы. Почему так случилось? Когда мы говорим про современные технологии, то одна из них, которая на сегодня как минимум на слуху, это искусственный интеллект. С помощью цифровых технологий мы можем фиксировать цифровой след обучения каждого обучающегося. И вот когда мы вдохновились такими возможностями, то внутри нашего Казанского университета, и понимая, что у нас цифровой след в виде как минимум с данной сессии, сдал, не сдал, на какую оценку, какие это студенты, по какому профилю они к нам пришли, у нас накоплено было большое количество данных. На выходе мы получили после первого семестра обучения прогноз академической успешности нашего студента. То есть с вероятностью от 85 до 89 процентов. Мы можем предсказать, этот студент закончит Казанский университет и данные направления подготовки, либо не закончит. Цель данного исследования, которое мы провели, этого инструмента, который мы создаем и дорабатываем ежедневно. Мы должны для каждого студента, который попадает в зону риска, подбирать новые технологии, новый набор, может быть, дисциплин, который позволит ему преодолеть вот эту зону неуспешности. Но в этом кроется, как всегда, и оборотная сторона. А какая? А здесь возникает этический момент. И когда мы первоначально создавали этот инструмент, мы понимаем, что это основа для принятия управленческого решения. Почему? Потому что мы теперь объективно знаем, какой процент студентов, какую дисциплину, в какой логике сдает, у какого преподавателя какая успеваемость, какие группы дисциплин более сложные, какие менее сложные. Так в целом одна группа отличается от другой. На сегодняшний день мы не уверены, что если ты передаешь эти данные преподавателю, то как он ими воспользуется. Если даже убрать преподавателя, дать студенту, когда он видит, что он попал в условную зону риска, он на себя это ермо наденет и что сделает? Начнет стремиться достичь результата. И это либо наоборот его еще больше прижмет к низу. А если ошибка в расчетах? Ведь вероятность все равно только 89%. Мы понимаем, что где-то может быть люфт, у кого есть желание решать эту сложную такую философскую прикладную задачу, добро пожаловать, мы всегда открыты, приходите к нам, будем спорить, дискутировать, находить решения, потому что это будущее, никуда от этого нам не уйти. И это позволит, с одной стороны, для каждого найти тот ключик, который поднимет его успешность. И нужно будет сделать так, чтобы ни в коем случае никакого негативного влияния те инструменты, которые мы точно включаем в образовательный процесс, они не носили этот негативный характер. И вот как воспримет эту информацию субъект, для которого она доносится? Это на сегодняшний день большой вызов ровно в той же логике, когда мы говорим про искусственный интеллект, о как он заменит человека или не заменит человека. Вы прямо предугадали мой следующий вопрос. Так способен ли искусственный интеллект победить естественный? Нет. Когда мы говорим про искусственный интеллект, это ровно то, чему мы обучаем этот инструментарий. Если мы его этому не научаем, а это какой интеллект? Естественный. То он этому и не обучится. Когда мы делаем те или иные действия, мы всегда уверены, что это осознанно. Либо за нас это какая-то рутинная практика, которую мы не осознали, это ровно та же самая сетка, которая выдает те или иные решения. Но я их себе присваиваю. Поэтому в этой части рисков, конечно, очень много. Про самообучение и про технологии. Поэтому мы где-то и припарковали. Помните, буквально недавно мы для себя поставили некую такую заслонку на дальнейшее развитие. Давайте сначала осмыслим. Ровно то же самое, что и мы. Но опять-таки это же естественный разум, мой, ставит блокаду на развитие этой технологии. То есть я останавливаюсь. И вот в этой логике я все-таки верю в когнитивные способности человека с той точки зрения, что ему будет достаточно, чтобы преодолеть этот разрыв, который перед нами стоит. Очень оптимистичный финал. Спасибо за беседу. Я удаляюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!